Дачный клуб Жизнь в загородном доме Усадьба, сад, огород Тираж 20 тысяч экземпляров Страница 30 Здесь царят Любовь и радость Возрождение Деревни Потеряевка Мамонтовского района Началось в 1991 В 1991 году, когда сюда Через 20 лет после того, как Последние жители покинули ее Приехали братья Лапкины Игнатий и Иоаким и начали ее Освоение с двух палаток и участка Земли, выкопанного под огород И вот уже более 30 лет работает рядом с поселением Детский православный лагерь Возглавляемый известным христианским Проповедником Игнатием Тихоновичем Лапкиным Мы встретились с Игнатием Тихоновичем Во дворе его дома Он держал в руках белую голубку И ласково гладил Перышки на ее голове Во дворе стояла голубятня Голуби ходили по земле И кружились в небе над головами Голуби это тоже элемент воспитания Говорит Лапкин Действительно, общение с животными С природой играет в воспитании детей Огромную роль А жизнь в лагере в Потеряевке Неразрывно связана с природой День начинается с восходом солнца Здесь дети впервые видят это чудо Зарю Распорядок дня расписан Сначала все идут за водой к колодцу Потом гимнастика И пробежка вокруг лагеря После гимнастики утренняя молитва Чтение Евангелия с толкованием После молитвы всех распределяют На разные посильные работы Подготовка дров Прополка в огороде и другое Завтрак 8 часов Перед завтраком тоже молитва Но коротенькая, неутомительная Дети в лагерь приезжают разных национальностей И разных вероисповеданий Хотя большинство из верующих семей Надо, чтобы сами дети Хоть немного верили в Бога Вера не должна быть насильственная Надо, чтобы лето было в радость Бывают дети из трудных семей Где есть пьющий отец Иногда родители потом не узнают своих детей Так они изменяются Находясь в лагере Они начинают чувствовать то Чего часто бывают лишены И в семье, и в школе Защищенность И самое главное, любовь Мы стараемся создать Стопроцентную защищенность Ребенка Относимся к нему с любовью И в то же время Должна быть справедливость Если провинился, следует наказание Но дети все понимают правильно И обид не бывает Когда лагерь только начинался Жили в палатках Сейчас построены домики кельи Все делали своими руками Лапкин и его помощники В каждом домике живут по 8 детей С воспитателями Которыми являются члены православной общины Лучших воспитателей Трудно найти Возрастных групп нет До 7 лет дети живут с родителями А после принимаются одни Сезонности тоже нет Если понравилось, ребенок может остаться На все лето Стоимость путевки в этом лагере Не идет ни в какое сравнение С другими детскими лагерями В этом году в 4 раза дешевле Государственных В лагере дети Приучаются к самостоятельности Обслуживают сами себя Помогают старшим Они всегда заняты Здесь и работа, и занятия Отдых и развлечения Всю работу в лагере делают Совместно взрослые и дети Хлеб пекут в русской печи Молочные продукты покупают в деревне Дети впервые видят Как и получают молоко Иногда сами просят Попробовать подоить корову Уроки проводит иногда Игнатий Тихонович Но в основном Потеряевский учитель И воспитатель Виктор Николаевич Савченко Вот пример На земле разложены Листья разных растений И дети пытаются угадать Какому дереву Или кустарнику Они принадлежат А потом все вместе Идут в лес И отыскивают там Это растение Игнатий Тихонович Рассказывает Как оно используется Человеком Чем полезно Находят в лицу И в поле Лекарственные растения Собирают их Потом повезут домой Богородскую траву Корни солодки В детях воспитывается Сострадание Любовь к людям Животным К природе Когда ходят на прогулку По дороге дети С воспитателями Собирают весь мусор Потом закапывают Проводят занятия И по оказанию первой помощи При травмах Учатся делать перевязку Бинтовать И делать искусственное дыхание Походы в лес Купания Непременный атрибут Лагерной жизни По воскресеньям Катание на лодке На лошади И за все годы Существования лагеря Не было ни одного Несчастного случая Ни одного Отравления Сейчас многие люди Помогают Игнатию Тихоновичу Лапкину Помогает Городская администрация Выделяет автобус Для травки детей В лагерь Находятся спонсоры Помогающие деньгами В лагерь Приезжают И зарубежные гости Из Аргентины Канады Греции США Англии Такой опыт работы С детьми Интересен многим Вот так и живут В Потеряевке Дети Взрослые Животные Птицы Здесь тоже есть Голубятня Дружно Весело Интересно Любовь к Богу И любовь к людям И природе Неразрывно связаны Она делает их Чище И светлее Дает возможность Жить в радости И счастье Даже будучи бедными И не нужно Никому завидовать И злиться Беседовала Медведникова Телефон 24 38 46 8 961 230 70 60 Голуби И собаки Голубь Голубка Я с детства Люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клювите Клювом Об этом Особой строкой Игнатий Тихонович Лапкин Когда мне было Неполных 5 лет Мы жили на Конезаводе 140 Поселок Карповский Тюменцевского района Алтайского края За лошадьми Ходили В войну Управлялись В основном Женщины А очень хорошо Запомнилась Весна Примерно 1944 Соседка Тетка Татьяна Саврулина С певучим Гнусавым Голосом Вела меня За руку По коридору Конюшня Все было Очень чисто В окна Светило солнце Лошади Были Разные В стойлах По одной Стайке Но вдруг Я увидел На брусе Стены С восточной Стороны На гнезде Голубку И встал Как прикованный Тетка Тянет меня За руку А я не могу Отвести глаз От смотрящей На меня Птицы Все Померкло Я перестал Что-то Видеть Кроме Этой Голубки Так и Осталось Это До Сегодняшнего Дня Никто Никогда Мне не Говорил Ничего О голубях И я Их Так Будто Не Видел Значит Человека Заложено Бывает Богом Это Чувство Особого Ощущения Небесной Красоты Именно В этой Твари Дома У нас Всегда Были Густи Куры Скотина Летали Воробьи Ласточки Я Все Это Видел И Все Казалось Обычным Неволнующим Но Голубь Сидящий Спокойно Привлек Внимание Хотелось Стоять И Смотреть Неотрывно Теперь Я Рассматриваю Тот Эпизод С вершины Почти 65 Летней Давности И Нахожу Что Сей Дар Любви Дан Моим Богом И Это Помогало Мне Возобновлять Сюю Радость Неискусственно Я Каждый День Вожусь Голубями У Меня Три Голубятни Одна В городе В которой Сейчас 55 Голубей Разных Пород Все Перемешались Между Собой И Во Вновь Строящейся Деревне Потеряевки Две Голубятни После Раздачи Корма Я Протягиваю Горсть Гороха Или Семечек И Самые Смелые Атакуют Отталкивая Друг Друг Мою Ладонь Счастливые Минуты Воркование Как Птичий Базар У Меня В саду Было 123 Скворечника Сделанных Мною Так Что Люди Приезжали Из Других Мест Посмотреть На Скворцов Говорят Что В человеке Добром Всегда Есть Тяга Голубя А С С С С С С С С Занимался В уголовном Розыске Отец Держал Волкодавов Пас Пася Овец У Меня Сейчас Живут Очень Ласковые Кошки Голубя Человек Это Как Б Космос И Бог Дает Ему Любовь Ко Вся Твари А Более Всего К Нему Самому И Человеку Сотворенному По Его Образу И Подобию Игнатий Тихонович Лапкин 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 Продолжение следует...